Друзья, приветствую вас на канале Бомбарбея ТВ. В эфире честные обзоры с Аллой Глыевой и мы уже начинаем. Сначала поговорим о отеле Four Seasons. И Аллочка, я тебя приветствую и жду от тебя новостей отеля Four Seasons на курорте Шарм-эль-Шейх в Египте. Всем здравствуйте. Да, почему хочу поговорить о нем? Как-то вот незаслуженно, сколько мы уже 6 лет вещаем на Бомбарбеи, и по-моему о нем еще не говорили. Я как минимум со своими обзорами в этом сентябре его посмотрела и очень хочется о нем рассказать. Хотя бы потому, что там сейчас проходит 2 акции. Какие? Обязательно вам расскажу немножко позже. А сейчас что же такое Four Seasons, если вдруг вы еще не знакомы, либо краешком глаза видели и сомневаетесь ехать туда или нет. Отель находится на берегу. Наверное, я сразу пройдусь по фишкам отеля. Первое, это то, что, ну это не фишка, а констатация факта, это один из самых дорогих отелей, которые есть в Шарм-эль-Шейхе. Второе, это то, что он принадлежит цепочке Four Seasons, которая входит в Leading of the World, в принципе, в мире сетевой отель. То есть оправданно один из самых дорогих отелей в Шарм-эль-Шейхе? Ну, оправданно, оправданно почему? Знаешь, вот, кстати, по поводу отеля очень двоякое впечатление. Мы были вдвоем с моей сестрой, да, там жили несколько дней. И она говорит, вот, мне не подходит. Я говорю, вопрос, почему? Потому что гостиница, знаешь, непривычного формата, как все, нету такого, чтобы ты там сидела или в холле, или на, например, на балконе своего номера и видела вот прям весь отель. А гостиница построена так, вот, если вы любите уединение. Очень многие выбирают данный отель, там, я не знаю, политики, звезды, потому что тебя никто не видит, если ты сидишь на террасе. То есть гостиница построена вроде как и ступенчатая, но, тем не менее, очень уютно. Ну, вот как-то она, так знаешь, строительски продумана, что вот если ты хочешь спрятаться, у тебя обязательно это получится. Большая часть номеров выходит с видом на море. Вот, причем она там красивенная. Я когда говорю, что красиво видно море, у некоторых клиентов, ну, как бы, зависание происходит, но это действительно так, потому что с каждого отеля, ну, как бы, море, в принципе, тяжело испортить. Но есть вот именно красивый перелив цвет воды, и здесь практически весь вид, нету бокового, он фронтальный, там очень красивый залив. В общем, да. Теперь по фишкам. Помимо того, что вы можете там спрятаться, это первое. Второе, ну, то есть уединенный такой отдых. Второе, это, наверное, чуть ли не единственный отель в Шарме, который не работает на питание, и все включено. Но, подхожу уже чуть ближе к акции, это то, что сейчас есть вот не фулборд, а фулборд сет плюс. И по этой акции можно купить, ну, как бы, по хорошей цене, не на завтраках, как раньше работал отель, а вот именно завтрак и бит ужин. Плюс, получается, напитки во время питания входят в стоимость, там какой-то бокал вина, либо софт, ну, как бы не в навальном виде, но какой-то бокальчик можно выпить. Во все остальное время в барах на территории напитки остаются за дополнительную плату. А стандартное питание в отеле, завтраки? Есть завтраки, есть завтрак-ужин, есть просто завтрак-обед-ужин. Сейчас придумали как фулборд сет для того, чтобы, ну, предоставить вроде как более привычное для туристов хотя бы, там, не знаю, бокал вина. И еще обязательно обращайте внимание, что просто фулборд и фулборд сет – это тоже разные цены, потому что фулборд – это как шведский стол, а фулборд сет – это когда есть определенный набор какой-то еды, но, опять-таки, не какой-то, поскольку это Four Seasons, это красиво, это вкусно, вот, и это, как минимум, стильно в подаче. Почему? Потому что, пусть не сет, но мы там обедали, и действительно, изумительно. Вот про что Four Seasons дальше хочу сказать? Вот пока ты не поживешь, знаешь, есть такие отели, ты не поймешь, ну, вот, как бы, данную гостиницу. Не знаю, то, что мне понравилось – это широкие шезлонги, они не просто широкие, матрасы аналогично такие же, сразу уже застелены, широкие, точно так же полотенца. Дальше про сервис, если вы заказали, там, например, обед и поехали такие на завтраках, или вы не хотите идти в ресторан на свой сет, подается все на подносе, прямо здесь. Мне, например, захотелось там сэндвич, я лежу на бассейне, сэндвичи есть на пляже, вообще без проблем пошли, сфотографировали мне меню, потом принесли оттуда. Вот как бы про сервис, знаешь, потому что, ну, Египет есть Египет, каким бы сервис ни был, но таким мы его точно не представляем. Поэтому вот одна из фишек – это, да, третье – это то, что там буквально пару минут прогуляться до Соха. То есть не просто, как говорится, отель в стиле лакшери, но и то, где вы можете гулять точно так же, да, потому что если вы были уже в Египте, знаю, что Соха более в европейском стиле, более, скажем так, в цивильном, на фоне того же Намабей или старого города. Пляж – это то, что тоже всегда волнует, когда люди едут отдыхать. Очень коротенький понтон, есть и немножко вход песчаный, где можно погулять с ребенком, где он там может похлюпаться, если вы едете с детьми. И есть, конечно, кораллы рыбы. Что поразило? Там вот понтон один, ну, через который входят все, и рядышком понтон, куда прибывают индивидуальные яхты. И вот я не знаю, люди просто не успели спуститься, ну, вот выйти на трап, все, уже все моют, все брызгают. Вот такая, как бы, ну, вот знаешь, невооруженным взглядом видно уровень отеля. Тут очень прям хочется обращать на это внимание. Покой. Здесь просто вот уединенная атмосфера. Самое забавное, вчера звонили клиенты, там отдыхают по шестое число, две недели, и просили продлить еще на две недели. То есть, соответственно, народу нравится именно такой формат, потому что я, когда записывала ролик, одна из представителей отеля говорит, ты что, ты же сказала, что там все включено, нету. А может, вот фулборд плюс. На самом деле это очень нравится туристам, и я очень рада, что я об этом сказала. Кстати, больше информации смотрите на моем канале, который так и называется Алла Глыва, если вас заинтересовал этот отель. Вот, и что хочу подытожить, это то, что сейчас они достраивали какую-то часть отеля, не волнуйтесь стройку, ничего не слышно, они просто дооборудовали еще и бассейн. И, кстати, бассейн, конечно, есть подогреваемый. И должны были, не знаю, как сейчас, но, по крайней мере, обещали ввести уже там занятия танцами, йогой, такое все. Потому что на момент сентября анимации практически не было от слова совсем, как я люблю говорить. Вот, и для кого данная гостиница, еще раз повторюсь, неважно, вы с детьми или вы вдвоем. Для тех, кто любит уют, для тех, кто любит уединение, для тех, кто любит вечером куда-то прогуляться, потому что вечером в отеле, и, по-моему, не каждый день есть живая музыка, соответственно, о, и для тех, кто любит выспаться. И красивейный цвет у меня воды с видом на море. Я обо всем рассказала, я вот думаю. Горок нет, детской анимации пока нет, но вообще детский клуб там присутствует. Супер, ну что, спасибо тебе большое за такой шикарный обзор отеля. Стоимость в районе трех тысяч долларов сразу ориентирую, потому что, когда туристы звонят после просмотра нашего видео, иногда не готовы к стоимости. На данный момент в декабре в районе трех тысяч долларов два взрослых плюс ребенок на фуллбор сет. Если вам подходит цена, welcome. Ну что ж, это отель Four Seasons на курорте Шарм-эль-Шейх Египта, который входит в сеть Leading Hotels of the World, ну и, соответственно, стоит соответствующий. Аллочка, спасибо большое. Продолжим буквально через минуту говорить о других отелях региона Шарм-эль-Шейх Египта. Субтитры сделал DimaTorzok